Приветствуем вас на канале Мясорубка. Свежие новости подъехали. Начинаем крутить фарш. Дональд Трамп, который одержал победу на выборах в США, открыто заявил о своей готовности баллотироваться на третий президентский срок, если удастся найти способ обойти положение американской конституции. В своем заявлении Трамп отметил «Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете. Он хорош, мы должны придумать что-то еще». Согласно действующим нормам конституции США, одно и то же лицо может занимать пост президента страны не более двух сроков, что делает невозможным выдвижение Трампа в 2028 году. Незадолго перед этим в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти. Отмечается, что на встрече лидеры обсудили процесс передачи власти и подчеркнули его важность для поддержания демократических традиций США. «Политика – это сложная вещь, часто это далеко не приятный мир, но сегодня он очень приятный, и я ценю, что процесс передачи власти проходит настолько гладко, насколько это возможно», заявил Трамп, подчеркивая ту атмосферу, в которой проходила встреча. Байден ответил краткой репликой «Пожалуйста». Встреча в овальном кабинете прошла в присутствии журналистов и стала символическим шагом, указывающим на соблюдение демократических процедур. А тем временем Турция прекратила дипломатические отношения с Израилем, заявил президент страны Реджеп Таип Эрдоган. «Мы, как государство и правительство Турецкой республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», подчеркнул он. Эрдоган добавил, что Анкара не предпринимает никаких шагов для развития сотрудничества в будущем. Турция с самого начала операции Цахал в секторе газа в октябре 2023 года осуждает действия Тель-Авива и обвиняет его в массовых убийствах мирных палестинцев. Страна не раз призывала прекратить огонь, а также оказывала давление на еврейское государство. В частности, в начале мая Министерство торговли Турции объявило о полном прекращении товарооборота с Израилем. Перед этим Анкара ограничила экспорт 54-х подгрупп товаров, но Цахал продолжила боевые действия в Газе. Критике не раз подвергался и лично премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Так, его выступление в Конгрессе США в июле этого года вызвало не только антивоенные протесты у Капитолия, но и жесткую реакцию со стороны турецких политиков вплоть до Эрдогана, который назвал главу израильского Кабмина мясником, на руках которого кровь 150 тысяч жителей Газы. Ранее он также называл Нетаньяху современным фюрером, подчеркивая, что Запад игнорирует его преступления. А тем временем в демократической Германии более 100 депутатов под руководством члена ХДС Марка Вандервитца подали в Бундестаг ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», АДГ, сообщили СМИ. Как пишет ZDF, документ подписали 112 парламентариев, и он был передан президенту Бундестага. Оппозиционный христианско-демократический союз ХДС стал инициатором поданного ходатайства. Вандервитц подчеркнул, что в связи с досрочными выборами в Бундестаг, обсуждение и голосование по этому вопросу необходимо провести до окончания срока полномочий нынешнего созыва. Депутат выразил надежду, что парламент поддержит инициативу, что даст Конституционному суду основания для официального рассмотрения запрета. Тем не менее, остается открытым вопрос о внесении ходатайства в повестку дня Бундестага. Некоторые политики заявляют о трудности доказательства того, что АДГ действует против Конституции. Кроме того, газета «Вэльта» ранее сообщала, что сама фракция ХДС не поддерживает запрет партии, считая такие меры преждевременными. А тем временем Лавров рассказал о том, что из-за санкций у него были проблемы с тем, чтобы заправить самолет во время зарубежных визитов. Сейчас обо всем расскажем, а пока... Тюменская компания Кейс Гуру представила линейку умных смарт-часов, которые заменяют телефон. В смарт-часах Кейс Гуру есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них, а еще набирать номер и читать сообщения. Часы Кейс Гуру совместимы с разными системами – Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном, в отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Кейс Гуру работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут полтора дня. Но тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Кейс Гуру из гипоаллергенового силикона не раздражают и не натирают запястье. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннесса. В них более 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия. Личный тренер на руке. Дисплей тюменских спортов 46 мм, на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея как у флагмана Apple, потому что экраны заказывают на одном заводе. Стоит в разы меньше американцев. Сканируй QR-код или переходи в описание, там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод M2408 на скидку до 500 рублей. А мы продолжаем. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, что в последние годы сталкивался с проблемами при заправке самолета специального летного отряда России из-за западных санкций. «В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, они не принадлежат стране», — сказал Лавров в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким. Министр добавил, что такая же ситуация с ним была и в Бразилии. «Они не понимают, что в какой-то период другие страны будут вынуждены бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний. Но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», — добавил Лавров. А тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о необходимости превращения ЕС в военный блок. Боррель заявил, что ЕС больше не экономический союз, не только экономический союз. Евросоюз должен играть военную роль, — приводит его слова ТАСС. Он пояснил, что эта роль не должна быть несовместима с НАТО, а дополнять НАТО. Такую позицию Боррель занял в связи со сменой американской администрации. «Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», — заявил Захарова в Телеграм. Боррель также фактически предложил Евросоюзу рассмотреть возможность экспроприации замороженных российских активов. Напомним, что уходящий в отставку 1 декабря глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сравнил победившего на выборах президента США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко. Соединенные Штаты при Трампе уже не те, какими были при Обаме. «Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен Гонсалеса», — сказал он на слушаниях в Европарламенте по вопросам отношений ЕС и США. Единственная разница между Трампом и Франко, по словам Борреля, состоит в том, что Трампа выбрали граждане США. Франсиско Франко — это был испанский политический деятель, регент и Каудильо, вождь. С 1939 по 1975 год он управлял страной. Генералиссимус вооруженных сил оказался в числе инициаторов переворота 1936-го, который привел к гражданской войне в стране. При этом в самой Европе с демократией все хорошо, так сказать. Обвинение по делу об отмывании средств Европарламента потребовало у суда запретить политику Марина Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет, сообщило агентство Франс Пресс. Обвинение потребовало наказания в виде невозможности избираться в органы государственной власти для всех подсудимых в данном деле, рассчитанной в зависимости от обязанностей каждого человека, говорится в заявлении. При этом прокуратура потребовала, чтобы это наказание применили немедленно, не дожидаясь апелляции. Там отметили, что такой шаг запретит обвиняемым баллотироваться на будущих местных и национальных выборах. Обвинение также запросило для Ле Пен пять лет тюрьмы, из которых три условно, а два с электронным браслетом. Партию национальное объединение хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. Самой Ле Пен также потребовали взыскать 300 тысяч евро. Слушания продлятся до 27 ноября. Приговор должны объявить в начале 2025 года. В это же время президент Польши Анджей Дуда признал, что американское ПРО Вредзикова направлена против России. Ранее в НАТО утверждали, что эта система противоракетной обороны была якобы предназначена для защиты от ракетного нападения со стороны Ирана. Дуда рассказала, что впервые услышал о планах строительства базы в 2008 году, когда занимал должность министра в канцелярии президента Леха Качиньского. Тогда Качиньский сообщил, что ракеты должны защищать дальние территории от возможных иранских ракетных угроз, передает РИА Новости. Президент Качиньский, по словам Дуды, сказал так. «Анджей, эти ракеты не будут защищать Польшу. Это будут ракеты против баллистических ракет, которые будут защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана». Сейчас Дуда признал, что база в основном предназначена для противостояния с Россией. База ПРО Вредзикова включает радар N-SPY-1, пусковые установки МК-41VLS и антибаллистические ракеты SM-3 Standard Missile 3. Церемония официального открытия базы состоялась в среду в польском В 165 километрах от границы с Россией. Ее транслировало польское телевидение. На мероприятии присутствовали президент Польши Анджей Дуда и генеральный секретарь НАТО Марк Рюте. В октябре глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что американская база противоракетной обороны Вредзикова будет использоваться для уничтожения ракет, включая иранские и российские. По его словам, официальное открытие базы, расположенное около города Слупска, запланировано на ближайшие недели. Позже предсекретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что Россия планирует принять меры для поддержания военного паритета в ответ на размещение американского комплекса противоракетной обороны в Польше. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.